Добрый день, дорогие подписчики и гости! Вы на канале Арт Анапа, и это канал о замечательном коллективе творческих мастеров ручной работы и художников города Анапа. Сегодня я покажу вам интереснейший кусочек из жизни нашей ярмарки ручной работы, который проходит каждый день в центре города по улице Максима Горького 2, недалеко от театральной площади. Так обычно, начинала я все свои видеоролики вести на канале Арт Анапа. Это моя вторая, так скажем, творческая линия. Я являюсь активным участником Арт Сообщества Анапа, принимаю участие в ярмарках ручной работы. Вот так выглядит мой стол, а сегодня Арт Сообщество берет у меня интервью, и я вам коротко расскажу о себе. Я думаю, что это интервью будет интересно и моим подписчикам с моего канала Рукоделия, Рукоделия Светлана Лосева. В общем, как бы там ни было, это видео было создано, и оно появилось на моем канале Рукоделия Светлана Лосева. Сегодня мы в гостях у нашего мастера, и не просто мастера, а еще ведущего Ютуб Лосевой Светланы. Светлана, расскажи коротко о себе, о своем жизненном пути. Ну хорошо, жизненный путь. Ну, обычный жизненный путь советского, так скажем, человека. Я еще в советские времена родилась, не будем заострять внимание на возрасте. Вот, молодые мы все, 17 лет на душе. Так, ну, закончила в 2002 году университет и поступила работать в проект-институт. И 17 лет отработала инженером-экологом по специальности. И, в общем-то, наш институт постепенно начал как-то, вот, знаете, разоряться, что ли, я не знаю, как сказать. Короче, наступили тяжелые времена, работы стало мало, и тут я вспомнила, что когда-то в детстве я пошла учиться во дворец пионеров. У нас был такой прекрасный дворец пионеров на берегу реки, стоял в городе Тамбове. Вот, и мы туда ходили с подружкой целых пять лет. Я училась в этом дворце пионеров, да. То есть освоила, в общем-то, практически спица-крючок, как профи стала. Потом вышла замуж, учеба, дети и так далее, в общем-то, не до этого было. Потом работала, практически не вязала. То есть, ну, когда дети были маленькие, вязала там какие-то носочки, там, шапочки. А потом, в общем-то, погрузилась полностью в профессиональную деятельность и мне было не до вязания, если честно. Вот, а тут, когда с институтом такое стало случилось, в общем-то, я решила вспомнить свое старое былое занятие. Взяла спицы, крючок и, в общем-то, первое, что я стала, я стала вязать всевозможные здесь какие-то там джемперочки для своих внуков. У меня уже было на то время два внука. Вот. Вязала свистерочки, потом мне пришла идея, что эти свистерочки получились довольно удачные, интересные. И я написала письмо сама в редакцию и сказала, что я готова, в принципе, свое мастерство, ну, в общем, создать книгу на эту тему. Все свистерочки были саранскими узорами. Редакция посмотрела мои работы. Ну, в общем-то, поступило предложение написать книгу по сборнику, создать сборник аранских узоров. Вот. Ну, конечно, я сразу согласилась. И вот он такой вот и создался. Сборник этот, да. В него вошло 120 узоров, хотя первоначально было там больше значительно, но формат книги, в общем-то, не позволил все это дело. Ну, пришлось убирать. Я их вязала, я их как бы подготовила, полностью было готово все, и схемы были нарисованы, и описание было составлено. Но когда они начали все это дело, как это сказать, на компьютере создавать дизайн книги, получилось, что переходят границы того, что им как бы нужно было. Поэтому книга получилась немножко меньше, но, по-моему, все равно она получилась довольно интересная. У меня есть на YouTube-канале видео обзорное по этой книге конкретно. Я там показываю листочки, все рассказываю, как я ее создавала и так далее. Так что, кто интересуется, заходите на мой канал. Канал у меня называется «Рукоделие Светланы Лосевой». И там вы можете посмотреть более внимательно про эту книгу. Это был, конечно, очень интересный процесс по созданию. Мы очень много контактировали с редактором, с интересными людьми. В общем-то, хорошо все было. Мне понравился этот опыт. Сейчас у них не лучшие времена, поэтому мне просили потом подписчицы моего YouTube-канала, что давайте создадим еще одну книгу на эту же тему. Типа, продолжим, понравилось. Но получилось так, что сейчас пока в связи с этой пандемией, редакция не рассматривает сейчас пока создание новых книг. Видно, тоже коснулась вот эта пандемия. Экономическая ситуация не позволяет, похоже. Я точно не знаю, но пока нет. Пока нет. Вот. А теперь про мой переезд. Мы переехали с мужем из Тамбова в Анапу 3 года назад. Вот. И вот это вредное словечко вот-вот. Такое. Ну, ничего. И, в общем-то, я уже тогда пыталась детям своим, внукам, вязать игрушечки маленькие. У меня четыре внука, два внука и две внучки. Вот. И я начала как бы вот это вот все дело развивать. Стала интересоваться, помимо того, что я вязала какие-то вещи и вела канал YouTube. У меня, кстати, параллельно было создание вот этого, создание книги и ведение YouTube-канала как-то совпало. То есть, вначале была книга, а и прям тут же появился YouTube-канал. И, кстати, редактор мне посоветовал, почему, говорит, у вас нет своего YouTube-канала, вы же такая, типа, можете это все. Поэтому YouTube-канал был создан в 2018 году параллельно, уже конец 2018 года. И я его толком, девочки, не вела, потому что у меня как бы времени не было. Я еще продолжала в институте работать. Так, знаете, набегами появлялась на этом канале. И когда мы переехали сюда, в Анапу, было время, что у меня появилось много свободного времени. Я перестала работать в институте, и я стала выкладывать мастер-классы по вязанию спицами и крючком. Кому интересна эта тема, вы можете посмотреть. Опять-таки, у меня там различные шали я вяжу, какие-то детские изделия. А последнее время, вот целый год, я уже специализируюсь на таких брендовых вещах, которые нахожу в интернете. То есть, есть сейчас специальные площадки, интернет-площадки, на которых выкладывают различные модельеры, такие уже именитые, свои модели. Очень красивые, очень такие шикарные вещи. Вот, и поскольку у меня уже опыт есть, я стала создавать по ним описание. То есть, я беру просто картинку, вот, и сама рисую узор. То есть, я рисую схему по картинке, вот, по фотографии, да, расчеты делаю на много размеров. И, в общем-то, очень много положительных отзывов мне поступает от моих подписчиц. Совсем недавно мой канал достиг отметки 100 тысяч подписчиков. Да, очень так стараемся радовать своих подписчиц, вязальщиц. Смотрит сейчас уже, как бы, да, он русскоязычный канал, но пользуется стала популярностью. И многие заграничные подписчики, заграницы пишут мне, что очень радует. А с субтитрами они смотрят, да? Да, похоже, да. Потому что пишут комментарии на иностранном языке, я их даже не перевожу, если честно. Я ориентируюсь, положительные или не положительные комментарии, там, сердечки какие-нибудь, знаете, такие международные, какие-нибудь там зайчики, цветочки, значит, хорошие комментарии, если честно. А кнопку еще не прислали серебряную? Вот, только запрос, как бы там надо было оформить анкету, два месяца, он, говорит, идет из Великобритании, а может быть, США, я не знаю, за границей идет посылка, оформили, да. Серебряная кнопка, да. Мне ее уже, эту награду присудили, она ко мне движется. Может быть, чуть позже я покажу вам ее на самом канале. Такой подарок к дню рождения, да? Ну да, да, получился действительно совпадение с днем рождения, с коронами на день рождения. Так, ну а теперь про игрушечки давайте. Так, ну а теперь о любимом. У меня есть любимая игрушка, которую я сейчас активно вижу к новогодней ярмарке. Называется она вот такой плюшевый зайчик. Его еще, знаете, называют зефирный зайчик. В интернете, наверное, часто встречали, да, такое название. Вот. Я эту, как бы, формулу его вязания придумала сама, описание. Вот. И это моя любимая эксклюзивная игрушечка. Я навязала вот, там вот видно, да. Смотрите, сколько игрушечек я навязала этих зайчиков. И вот у меня в процессе идет запчасти мои. Хотела вам показать один очень интересный момент, как пришить голову зайчика к туловищу. Всегда возникает проблема, когда пришиваешь голову к туловищу, оно, как бы, знаете, неудобно держать, вот это вот все такое неудобное, да. И поэтому, девочки, я придумала вот такую вот вещь. Берешь спицу, вот. И вот так это все, наверное, сидим надо снимать. Ну что, снимаем? Ой. Рационально-релизаторское приложение. Итак, да. Когда соединяем голову к туловищу, я советую сделать это с использованием вот такой спицы. Я беру обычно вот так, значит, у меня находится все в таком состоянии, то есть я выравниваю голову по отношению к туловищу. И когда все у меня, как бы, состыковывается хорошо, я протыкаю спицы и туловища, и голову. И у меня получается, видите, очень легко теперь пришить голову. Она у нас закреплена, вращается, да. Ну, вращение, конечно, при сшивании не требуется, но зато мы можем взять иголку с ниткой. Так, ну и смотрите, берем иголочку такую длинненькую, и обычно я вот так это делаю сбоку. Ушко у меня не мешается, ничем мне не мешается. Я вот так иголочку поддеваю, вначале за нижнюю часть, то есть к телу, да, и вот так пришиваю. Я никаких узелков не делаю. Затем за верхнюю часть. И вот такой процесс пошел, да. Сейчас. Так, потом опять за нижнюю часть. И видите, голова уже на месте, я только должна регулировать ее вот в горизонтальной плоскости, да. То есть она у меня уже не смещается никуда. Очень удобно, кстати, это все получается. Так. Ну и в общем, таким образом. Остается небольшое вот такое местечко, да. Уже нам, в принципе, спицы не нужны, а мы ее вытаскиваем. Сюда нужен пух. Это титаническая работа даже. Так, и вот смотрите, осталось у нас небольшое расстояние, да, небольшая дырочка, берем пух, да, берем пушок и сюда дополнительно вот так набиваем. Я всегда набиваю, можно сказать, прям плотненько, да, очень, чтобы, ну, все вот было у нас непонких пустот в игрушке, чтобы после стирки она отлично себя чувствовала. То есть игрушки часто же детские, они часто пачкаются. Это игрушки именно для детей, это не интерьерные игрушки. Ни в коем случае. Это плюшевая пряжа, специально для деток изготовленная, из нее вяжут пледики, турецкая хорошая пряжа пуховая, я ее так называю, пуховая, вообще-то, конечно, плюшевая. Так, ну и вот мы дошиваем, так, шили, затянули хорошенько, взяли ножнички, отрезали ниточку и фиксируем наш шов вот таким образом, узелками, да, все аккуратно, чтобы у нас было. И эти ниточки прячем в тело. Берем крючок и прячем в тело. Все. Вот таким образом прячем, чтобы ничего у нас не торчало, все было аккуратно. Да, укладываем. С полу-зайчка надо делаем сюда. А я несла вот так корзинку по улице, представляете? Когда они все хотели купить, да? Не-не-не, у меня голов много, у меня голова хоп и падает. Как Марина говорит, расчленен. Хорошо, у меня муж так называет, опять твоя расчлененка. Такое, снимем эпизодик, как я эти зайчика вот так вот, ну, ими просто прикольно, они так смотрятся, и так вот их сейчас помотаю, а? Вот типа вот, ну, типа вот так. Ой, сейчас я очки сниму. А вам слабо? Субтитры сделал DimaTorzok